И вот вам, пожалуйста, наша коллекция вязаных игрушек на шариках. Она увеличивается, друзья. Вот вам, пожалуйста, крабик шикарный, да? До этого я вам показывала русалку, юникорн и утеночка. Сейчас еще раз покажу. Вот видите, русалочка. Вот вам, пожалуйста, утеночек такой. А вот мой любимый юникорн. Это у них символ, может быть, лошадка, а я-то думала единорог. И здесь еще много этих шариков на бордюре, видите? Много места еще. Вот теперь еще крабика кто-то связал. Вы знаете, они такие затейники. Классно. И это уже, это уже ведь целый год тут вот такое связанное хранится на нашем прекрасном пирсике. Сегодня буду гулять с вами. Сейчас полная вода опять. Вот что-то вам расскажу. Наверное, я продолжу вам рассказ о нашей встрече в Париже. Как мне нравится, когда высокая вода, большой прилив. Такой супер тут. И вот она такая прозрачная, на удивление. Сегодня никаких водорослей там не болтается. Видите, какая красота. Пошли гулять. И расскажу вам продолжение своей истории о нашей встрече с моим мужем. Ну и вот, когда я приехала в Париж, это было в ноябре. Погода была не очень хорошая. Но, тем не менее, более-менее нормально. И мой будущий муж снял отель на Монмартре. Очень красивое место. Вот. Там недалеко от их огромной белой церкви, огромного белого собора. Забыл, как называется. Опять же, скину вам все эти в описании истории. Вот. Ну и, в общем, конечно, он расстарался. Вы знаете, он заказал нам, значит, вот прогулку по реке Сена. С шикарным обедом на носу. Прогулочная вот этой яхты с легкой музыкой. В общем, как сказать, решил меня тут обуять. Решил очень, чтобы мне все понравилось. Вот. Ну и, вы знаете, я, в общем-то, была, конечно, очень взволнована, очень обеспокоена, напугана, потому что для меня все это было впервые. Мой ветер. Ой, вы знаете, пришлось мне уйти с побережья. Слишком там сильный ветер. Вот вышла я на улицу, на другую, чуть подальше. Может быть, здесь сможем с вами погулять. И не будет ветер в камеру задувать. Я знаю, что это раздражает и неприятно. Поэтому сейчас вот попробую здесь погулять. Вот. Ну и, конечно, все пять дней нашего нахождения, вернее, семь, ну, с приездом-отъездом получается, в общем, чистых пять дней. В общем, конечно, каждый день мы где-то были, каждый день смотрели что-то новое. Конечно, мы побывали в Лувре, само собой. Вот, конечно, в этот мартр, который меня поразил, вот обилием вот этих вот открытых кафешек, этих столиков на улице, этих художников, которые там рисуют тоже. И даже масляными красками, не только просто карандашами. Все это, конечно, новое для меня было абсолютно. И все это меня поразило. Красота, красота Парижа. Все эти мосты через сену. В общем, и, конечно, в общем, старался мой муж тут всячески мне угодить. И я так поняла, что, судя по его поведению, судя по его отношению, то я ему, конечно, очень понравилась. Он просто, вы знаете, иногда, даже было до смешного, что он иногда вот так вот украдкой не мог от меня взгляд отвести. И где-то мы стоим там, ожидаем какой-то очередной коч, ехать на экскурсию. Там опентуры такие по Парижу. Мне очень нравились. Я даже несколько раз мы ездили, потому что там обозрение шикарное. И объясняют на разных языках, в том числе и на русском, что там вокруг. Вот. Ну и, конечно, и вот стоим, ждем этот коч. Я что-нибудь отвернусь, потом поворачиваюсь. А он просто смотрит на меня, не отрываясь. И как-то я его поймаю взглядом, он так смущается. И сразу куда-то в сторону пытается отвернуться. Но тем не менее. Вот, значит, не прекращал на меня смотреть, не отрываясь. Ну и, в общем, знаете, не буду я вам рассказывать все эти красоты Парижа. И это не о том совсем у нас история. История встречи нашей. Единственное, что могу сказать, что, конечно, он очень, вот я говорю, вдохновился. И он сразу стал мне предлагать приехать к нему в Англию. Обязательно посмотреть, как он живет. Что он хочет со мной серьезных отношений дальше. Обязательно продолжения. В общем, в таком духе. И даже, вы знаете, тоже интересная была история. Несмотря на то, конечно, что он вроде старался. Тут каждый вечер мы ходили в разные рестораны, в шикарные. И вот эта вот еда, эти вина французские. Ой, это просто отдельная история. Это меня тоже просто поразило, покорило. И я обожаю французскую кухню до сих пор. Ну и это, как вы сами понимаете, конечно, ему вылилось в копеечку. Потому что каждый день рестораны заказывать на двух персон. Да еще вечером, да еще такие рестораны в самом там центре. Довольно-таки дорого. Но, тем не менее, вот человек как бы расстарался. И потом я что-то, когда мы тут проходили, гуляли по Монмартру, там поехали на вот этом вот ленивом поезде, таком туристическом маленьком, знаете, ездит по городу. Несколько вагончиков. И поехали мимо Монмартра. Мулин Руш. Вот. И, конечно, я увидела эту мельницу, этот Мулин Руш. И думаю, боже, когда бы еще я побывала в Мулин Руш, я хочу ужасно. И я, конечно, тут же сказала, ой-ой-ой, как прелесть в Мулин Руш, я хочу побывать. Да, ну и вот, когда я сказала, что я хочу в Мулин Руш посмотреть представление, он так немножко поморщился, конечно. Ой-ой-ой, я, как я потом поняла, что там, конечно, билеты очень дорогие. Там 350 фунтов билет на одного человека. Вот на такой двухчасовой концерт Мулин Руш. И представляете, что это, в общем-то, весьма себе даже дороговато. Так, дороговато. Ой, ну вот опять, ну вы только посмотрите, а. Какая красота. Боже. И я до сих пор не знаю названия вот этой прелести. И она очень, это растение очень распространенное здесь. Это не сиреня, вот что-то другое, какая-то вьющаяся лианда. Она очень здесь распространена в Англии. И вот когда вот так вот она растет, когда она начинает цвести на доме, ну это просто, вы знаете, очередное великолепие. Согласитесь, что это красота неописуемая. Очень мне нравится. Боже, какая прелесть все-таки. Кто знает, расскажите мне, что это за название. Я уже вам ее в одном видео показала. А вот она еще красавица такая здесь, пожалуйста. Ну и вот, короче, значит, муж мой так опешил. Но тогда еще не муж, вы понимаете, короче. Вот, он так опешил, когда я попросила, что я хочу на концерт. А я сказала, что, увидя его замешательство, я сказала, да, без проблем, нет-нет-нет, никаких проблем. Если это сложно, то мне и не надо. Я буду наслаждаться. Мне и так прекрасно тут в Париже. Все замечательно. Как говорится, не переживай. И не бери в голову. Ну и вот опять очередная вещь, которую я вам говорила. Когда вы ничего не просите, то вот все и получаете. И человек побежал вечером. Все заказал. Купил билет. И мы с ним побывали. Молин Руж. Там такая тоже была анекдотическая история, друзья. Это такое, знаете, пош-мероприятие, опять же. Очень все дорого, все в таких красных коврах. Вы заходите, вас встречают, значит, вот какие-то там во фраках красивые джентльмены. Ведут вас, показывают, где ваше место, куда вам сесть. Вот, значит, огромный зал. Ну, там, естественно, вот этот двухчасовой танцевальный вечер. Я имею в виду кабаре вот это. Вот. И, значит, люди сидят за столиками. Естественно, что еще, почему так дорого билет, 350 фунтов, потому что входит еще обед туда, вино. Вот, значит, обедают, выпивают. И смотрят вот этот вот концерт. Шоу, представление. И, короче, значит, муж, наверное, ну, я не знаю, ну, может, он и был, конечно. Все-таки уже тоже прожил долгую жизнь. Может, и был в этом Молин Ружи. Не знаю, почему так и конфуз у нас опять случился. Но он думал, что чем он ближе закажет столик к сцене, тем это как бы престижнее. И, значит, вот будет более интересно. Ну, и, в общем, мы уселись довольно-таки. Нас усадили, вернее, довольно близко к сцене. Ну, не так, чтобы уж совсем близко. Не знаю даже, сколько там до сцены оставалось. Каких-то, наверное, метров 10, может, больше. И такое свободное место вокруг. Я еще думаю, наверное, будут они выходить. Сцена наверху, высоко. А тут место, значит, вот на полу, типа Dancing Flo, там же, где столики стоят, столики вокруг. И вот такое большое место, значит, такой квадрат свободный. Ну, думаю, хорошо, красота. Сейчас все это будет прямо тут происходить. И что же вы думаете? Оказалось потом, что, когда началось представление, ну, там они вышли сначала там вдалеке на высокой сцене. А потом эта сцена вдруг выдвинулась. Вы представляете? Она выдвинулась вот на все эти, наверное, там, не знаю, 7 или 10 метров. Вот даже не могу я вам сказать точно, честно говоря. Ну, то есть она выдвинулась так, что мы оказались просто рядом, буквально впритык. Наш столик, ну, не только наш, а все, кто сидел вокруг. Значит, вот к этой сцене. И сцена огромная, высоченная. Ну, может быть, мужчины там и наслаждались, когда ножки задирают танцовщицы. То как бы снизу-то видно прекрасно. Прекрасный обзор. Но, тем не менее, знаете, мне как-то было сидеть очень смешно. Потому что сидишь, и они тут прямо над тобой машут ногами. Мало того, они же все в Боа. И вот я смотрю, Боа-то эти все перья летят. Я смотрю, что мой джентльмен сидит во фраке и весь в этих перьях из Боа разноцветных. Это было так смешно, друзья. Не передать. Ну, вот запомнилось мне. Короче, получила я огромное наслаждение, конечно. Концерт был грандиозный, великолепный. Все это прекрасно. Ну, вот осталась память, так скажем, да. Ну, и вот пять дней наших истекло в прекрасном городе Париже. Значит, ничего толком. Я, значит, ничего и не говорю, как тот японец ни да ни нет. Муж мой все спрашивает, что дальше, как ты приедешь или нет. Я говорю, мне надо подумать, мне надо подумать. Я ничего не знаю. И, в общем, как-то, вы знаете, я сказать по правде вам не была готова к следующей встрече. Потому что так получилось, что он все-таки старше меня. Я вам не говорила. Ну, вы, наверное, может быть, и сами поняли, что человек старше меня. И, в общем, конечно, я подумала, что что-то как-то я не готова. Вот, ну, и, в общем, я ничего, конечно, не говорила. Я просто улыбалась, да, прекрасно, все замечательно. Я его поблагодарила за все, за то, что такая красота вокруг. Он мне столько подарков сделал. Я имею в виду вот именно в Париже. А вот, ну, и он все больше и больше, конечно, хотел продолжения отношений. И вот, значит, дошло до того, что уже наш последний день. Он мне говорит, ты знаешь, я вот подумал, что я тебе же ничего, ты ничего не купила себе. И я тебе ничего не подарил. Я имею в виду из вещей вот что-то. Вот поехали, значит, на Елисейские поля. Там очень много хороших магазинов, бутиков. И вот, может быть, ты все-таки что-то себе выберешь. А что выберешь, я оплачу, и это будет как мой подарок. Вот, ну, представляете, что человек тут, конечно, расстарался. Ну, и мне, я как-то, вы знаете, вот в таком плане не меркантильная. Думаю, ну, ладно, посмотрим. Хорошее предложение, мы поехали. Ну, и вот, вы знаете, еще одна история, которая меня, в общем, удивила, конечно, я не знаю. Может быть, для молоденьких, для очень стройненьких, там и можно что-то найти в этих французских бутиках. Ну, вы знаете, вот мы обошли там, на этих Елисейских полях, заходили во все эти бутики, которые попадались на пути. Я не знала каких-то конкретных. Мы заходили почти во все. Я во всех ходила, смотрела, искала. Я хотела себе либо какую-нибудь шубку купить, уж на то пошло, или сумочку какую-нибудь хорошую. Ну, или просто, там, не знаю, костюм какой-то. Какую-нибудь интересную вещь вот из Парижа классно привезти. И вы представляете, что я, вот, ничего я не смогла такого найти, чтобы прям вот я, ох, захотела купить. Не знаю. Вот это меня, помню, тогда тоже удивило. Бывает, когда увидишь вещь, вот, которая нравится, думаешь, боже, я ее хочу, просто умираю. И даже если денег нет, пойдешь, займешь, перезаймешь, и купишь эту вещь, и будешь счастлив. А здесь абсолютно, вот, что-то меня ничего не тронуло. И тем более человек ходил сзади меня с кошельком, и, в общем, не ограничивал меня, так скажем, средства, да. Может быть, не по тем бутикам мы ходили, друзья, но вот у меня осталось вот такое вот странное впечатление, что из того города Парижа я себе ничего не привезла. Даже, даже когда мне предложили, я оказалась такой глупой, что, в общем, я походила-походила, и говорю, ой, что-то я себе ничего не могу найти, спасибо за твое предложение. Он был тоже, конечно, поражен, просто потрясен вот таким вот, значит, вот таким результатом. Вот, а тут прямо вам нешуточные волны, посмотрите. О, какой прикольный. Это вот яхт-клуб опять, семью яхт-клуб, основан в 1893 году. Вот такой яхт-клуб. Ну вот ветер сегодня, бриз такой. Я вышла опять на побережье. Боюсь, что не услышите.